здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал украденное православие хочу зачитать вам интересную статью о православии и показать вам в подтверждение этой статьи одну интересную книжку значит где именно описывается то о чем говорит автор статьи ну самое интересное ребята это значит надо бы как бы разобраться то с крестами потому что кто смотрит мой канал я вам показывал свято-георгиевский монастырь на мысе фиолен города севастополь значит там ребята везде кресты вот именно вот такие так ну ладно давайте значит прочитаем эту интересную статью украденное православие ручь православная до принятия христианства и после можете вот тут вот посмотреть ссылку оставляю на вот этот крест что тут чего обозначает само название православные было присвоено христианскими иерархами в 11 веке 1054 год нашей эры при расколе на западную и восточную церкви западная христианская церковь с центром в риме стала называться католической то есть вселенской а восточная греко византийская церковь с центром в церкви ради константинополе ортодоксальной то есть правоверной а на руси ортодоксы присвоили себе название церкви православной так как христианское учение насильно распространялась среди православных славянских народов ошибка в самом в самом словосочетании христианское православие правильно рпц должна звучать как ортодоксальная а автокефальная церковь византийского толка значит есть здесь вот ролик можете посмотреть православие это не религия не христианство а вера современные ученые историки и богословы рпц утверждают что русь стала православной только благодаря крещению руси и распространению византийского христианства среди темного дикого погрязшего в язычестве славянства такая формулировка очень удобно для искажения истории и принижении значимости древнейшей культуре всех славянских народов слова православия бы библии нет это факт в других нет славянских языках в других не славянских языках его тоже нет но вот вики как и попы настаивают что православие то есть ортодоксия давайте попробуем разобраться что же такое ортодоксия и православие к примеру в переводе на английский православие отождествляется с восточной ортодоксальной церкви кстати этих так называемых ортодоксий есть целое множество вот скажем есть ортодоксальная католическая церковь это что это что типа православная католическая церковь вопрос а как вам нравится эфиопская православная церковь вот еще яркий пример russian orthodox church это русская православная церковь но зато ортодокс иудаизм это уже не как вы могли подумать православный иудаизм ортодоксальный иудаизм как и положено значит православие это таки не ортодоксия ортодоксия это правоверие и тогда все становится на свои места православие материал из википедии свободной энциклопедии православие калька с греческого буквально правильное суждение правильное учение или правильное славление направления в христианстве оформившиеся на востоке римской империи в течение первого тысячелетия от рождества христова под предводительством и при главной роли кафедры епископа константинополя нового рима давайте теперь ребята сейчас вот чуть-чуть остановимся на этом месте ну а теперь я вам покажу одну интересную книгу летопись о многих мятежах и разорении московского государства от внутренних и внешних неприятелей и от прочих тогдашних времен многих случаев по представлении царя иоанна васильевича апачи о межгосударствование по кончине царя федора иоанновича и учененном исправлении книг в царствование благодоверного государя алексея михаловича написано в санкт-петербурге 1771 год значит рекомендую вам прочитать эту книгу кто не хочет читать ожидайте следующий ролик зачитаю вам интересное вот об этом от федоре и ованович и по истории значит он был там придурком дурак дураком но ребята по вот этой книги я вам прочитаю потом в следующем ролике нихрена никакой он был не придурок а очень даже великий царь ну да ладно сейчас мы не об этом давайте вам кое-что зачитать так поехали патриарх же цареградский еремей советовался с царем федором иоанновичем что был православной вере папа папа римский до 4 патриарха александрийский антиохийский царьградский и иерусалимский и папа д окаянный от православные веры отпал и впал в ересь латинскую веру и ныне д благочестия пятого на престольника нет а здесь в московском государстве православная христианская истинная вера чтобы быть и в московском государстве пятому патриарху царю же федоровичу совет его быть благоприятен и положил на его волю патриарх же еремей поставил с московскими епископами и еписками первого патриарха иова митрополита царь же федор пожаловал патриарха своим государевым великим жалованием и отпустил его во царьград с великой честью вот так вот ребята оказывается какой-то царь который по истории у нас придурок ставит патриархов и отпускает во царьград с великой честью вот так вот так давайте вернемся к статье материал так это я вам зачитал православие калька с греческого буквально правильное суждение правильное учение или правильное словление калька лингвистика материал из википедии свободной энциклопедии калька от французского калькуе копия калька это копия то есть идентична православие калькас греческого буквально правильное суждение правильное учение или правильное славление ортодоксальная католическая церковь это тоже протос и православная католическая церковь эфиопская православная церковь ну так же иудаизм ортодоксальный также и ислам все православные вопрос вот что вы Это не бывает, когда залгались греко-кафолическая ортодоксальная правоверная церковь, ныне РПЦ, стала называться православной только с 8 сентября 1943 года, утверждено указом Сталина в 1945 году. Название РПЦ принято как официальное лишь осенью 1943 года. РПЦ, Московский Патриохат, зарегистрирована как религиозная организация 27 февраля 2003 года. А до этого название христианской церкви в России, до управления ее коммунистами, звучало следующим образом – греко-кафолическая церковь, вселенская церковь греческого обряда. После реформы Никона и замени в богослужебных книгах слова «правоверная» на слово «православная», в 1700 году были добавлены новые слова. В названии официальной церкви Российская православная греко-кафолическая церковь, а истинное на сегодня название официальной церкви – Русская православная церковь, появилась по указу Сталина в 1943 году. И было утверждено на поместном соборе, проведенном офицерами НКВД СССР. Советую внимательно прочитать преамбулу к федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях, принятому 26 сентября 1997 года. Отбратите внимание на следующие моменты в преамбуле. Признавая особую роль православия в России, Федеральное собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу совести, свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом, независимо от отношения религии и убеждений. Признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть. И далее. Уважая христианство, ислам, иудаизм, и другие религии, таким образом понятия православия и христианства не тождественны и несут в себе совершенно разные понятия и значения. Византийский монах Вализарий, 532 год нашей эры, задолго до крещения Руси, вот что он писал в своих хрониках о славянах и их обряде посещения бани. Православные славяны и русины, дикие люди, и житие их дикое и безбожнее. Мужи и девки вместе запирающиеся в жарко истопленной избе, истяжа шателеса своя. Кстати, это, ребята, похоже на писание этого Андрея Первозванного, тот тоже удивлялся нашим баням. Мы не будем обращать внимания на то, что для монаха Вализария обычное посещение славянами бани показалось чем-то диким и непонятным. Это вполне естественно. Для нас важно другое. Обратите внимание на то, как он называл славян. Православные славяны и русины. Только за одну эту фразу мы должны выразить ему свою признательность, так как этой фразой мизантийский монах Вилизарий подтверждает, что славяне были православные за многие тысячи лет до обращения их в иудео-христианскую веру. Чите Меней, 1714 год. Читаем две последние строки. Пожалуйста, ссылка. Православные христиане стали в 17 веке при реформе патриарха Никона. До Никона еще ходило двоеверие. Православие и правоверие. Который приказал внести изменения в летописях. Церковь, когда раскололась в 1054 году, то западная стала называться римско-католическая вселенская с центром в Риме, а восточная греко-кафолическая ортодоксальная правоверие с центром в Царьграде, Константинополе. Ортодоксия правоверия с греческого. Так, так, это значит, какое он говорит? 1054. А у нас, значит, можно будет посмотреть, когда правил Федор Иоаннович. Это значит 1590, по-моему, первый. Так, не с растухи какие-то с летописью. Ну да ладно, разберемся. До революции 1917 года православная кафолическая грехко-российская церковь после стала разделяться на староцерковную и обновленческую. Название «Русская православная церковь» было принято осенью 1943 года, куда влились обновленцы, которые самоликвидировались в 1946 году. По прошествии более 2000 лет христианство, естественно, задавать вопрос, решило ли она хотя бы одну глобальную проблему человечества. Нет, но еще наплодило множество сект и враждующих между собой народов. Так зачем же нас тянут с христианством в 21 век? Чуждая религия враждебная. Православные все израэлиты, хотя чаще всего даже об этом не подозревают. Для православных святая земля не Русь, не Родина, а Израиль. Столешников. На самом деле истинное православие не является религиозным культом. Это было учение о том, как устроен окружающий мир и как с ним правильно взаимодействовать. Это не было предрассудками, как пытались убедить многих людей во времена СССР, когда наличие Бога отрицалось. Это не было отсталым и примитивным культом идолопоклонников, как нас пытается убедить современное РПЦ. Это было настоящее достоверное значение об окружающем мире. Светлана Лисичкина во времена всеобщей лжи говорит правду, это экстремизм. The Orwell. Источник. Ну, а от себя, ребята, я могу вам, значит, один пример привести. То есть, как здесь написано. То есть, это они знали, как устроена природа и как она работает. Давайте я вам, значит, один пример приведу. Вот, наверное, ну, не знаю, знаете вы или не знаете, есть такой факт интересный. Если вы выходите и до вашей машины буквально 300-400 метров, и ваш пульт сигнализации не достает до машины, то надо всего лишь, ребята, подставить под подбородок пульт и нажать кнопку, и машина откроется. То есть, ваша голова, ребята, это есть передатчик. И они, люди прошлого, об этом знали. И еще одну интересную, значит, информацию вы можете посмотреть вот в этом ролике. Вот. Значит, называется, наберете в интернете, гвардии сержант Трунин. Вот так вот. Ссылку я вам на это видео тоже оставлю. Он как раз-таки, ребята, рассказывает невероятные вещи. И он подтверждает то, что голова наша, это и есть передатчик. Рекомендую посмотреть, кто не видел вот этот вот ролик. Рассказ фронтовика о сверхвозможностях человека. Ну и, значит, представьте, да, знаете вы, то есть, кто-то один святой, как хотите, святой, как хотите называть, или просто человек, вам говорит, передает вам знания, описанные, допустим, на дощечках, на коре, как хотите, в свитках или еще на камне, хоть где-нибудь. Он говорит вам о каком-то устройстве мира и говорит, чтобы сделать то-то и то-то, вы должны, это я вам просто пример привожу, вы должны поднести пульт к горлу, под подбородок и нажать, и достанет. Ваша голова сработает передатчиком и усилит сигнал, и машина ваша заведется. А теперь представьте, что приходит другой сосед, допустим, с фамилией Коган или еще какой-нибудь, и говорит, опять же, со свитком, с камнем, с дощечками или с пластинками, и говорит, что он их откопал в древней пещере на берегу, значит, Красного моря. И говорит, не, ребята, приложить надо не к подбородку, а к жопе, и тогда, может быть, сигнализация сработает. А если, ребята, не сработает, то вы должны молиться по три раза в день, покупать свечки, и тогда, может быть, она сработает. А если не сработает, значит, вы плохо молились, значит, вы грешны. Вот, как скажут вам. Ну, как вам, ребята, хороший пример. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.